Почта Молдовы приостановила оказание почтовых и финансовых услуг. Сегодня государственное предприятие сообщило, что подверглась кибератаке. Стоимость нефтепродуктов непрерывно растет. В Национальном агентстве по регулированию энергетики установили максимальные цены на топливо на 21 февраля. Орган гражданской авиации Молдовы отозвал сертификат воздушного оператора у компании AirMoldova. Новое дело против бывшего главы предприятия «Железная дорога Молдовы» Юрия Топале. Правоохранители обвиняют его в нанесении ущерба государству более чем на 5 миллионов леев. Мать Алексея Навального записала обращение к президенту России Владимиру Путину. Видео снято возле колонии «Полярный волк», где скончался российский оппозиционер. Возобновили протесты. Ранним утром фермеры снова устроили акции на таможне в Леушенах и КПП Костешты-Стынка, а также на национальных трассах страны. Митингующие заявили, что пока не будут блокировать пропускные пункты и дороги, в надежде на хороший результат переговоров с премьером Дарином Ричаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. Завершить переговоры приходом к общему знаменателю не удалось. Атмосфера раскалилась. Обсуждение вопросов стороны продолжат на последующих встречах. Думаю, на этой неделе состоится четвертое заседание с представителями банков и фермерами, со всеми коммерческими банками, у которых есть кредитный портфель. По этому поводу хочу сообщить, что из 11 банков только у 6 есть кредиты для сельхозпроизводителей. Сумма доходит до 6,7 миллиардов леев. Эти деньги выданы на развитие сельского хозяйства в форме кредитов. Напомним, в минувшую пятницу состоялись первые переговоры производителей зерна и фермеров с главой Кабмина и министром сельского хозяйства. Чиновники предложили создать механизм гарантирования кредитов, которым будет управлять организация по развитию предпринимательства. Поскольку сегодняшние переговоры по поиску решений для проблем аграрного сектора ни к чему не привели, обсуждения продолжатся завтра. Новое дело против бывшего главы предприятия «Железная дорога Молдовы» Юрия Топале. Правоохранители обвиняют его в нанесении ущерба государству более чем на 5 миллионов леев. Информацию сообщили сегодня в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Подробности изложены в пресс-релизе. В отсутствие экономической необходимости, установленной ЖДМ, ответчик превысил свои обязанности, заключив дополнительное соглашение вне плана закупок, что мотивировал организации перевозок грузов на участке Кишинев-Калараш-Етулия на основании договора об аренде локомотивов от компании из Приднестровья. Цена контракта была увеличена. В него включили новый тип локомотива, не предусмотренный в базовом контракте. Действия бывшего директора обусловили увеличение выплат за услуги, оказанные ЖДМ, на сумму более 5 миллионов леев. Если Топалы признают виновным, ему грозит штраф до 57,5 тысяч леев или лишение свободы на срок до трех лет. В обоих случаях он потеряет право занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от двух до пяти лет. До вынесения судом окончательного решения на Топалы распространяется презумпция невиновности. Напомним, что экс-главу госпредприятия Юрия Топалы задержали сотрудники Интерпола из Бельгии 13 января 2021 года, а 3 ноября 2022 экстрадировали в Молдову. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы и в плохом управлении предприятием с 2015 по 2019 годы. Топалы заявил, что обвинения в его адрес не обоснованы, и на момент его ухода из ЖДМ компания работала без проблем, а сотрудники получали зарплату вовремя. Орган гражданской авиации Молдовы отозвал сертификат воздушного оператора у компании «Эр Молдова». Решение приняли на сегодняшнем заседании. Комиссия по сертификации установила, что авиаперевозчик не представил никаких доказательств, которые подтверждают устранение несоответствий, а также не имеет ни одного действующего воздушного судна. Ранее комиссия приостановила действие сертификата воздушного оператора на полгода. За это время компания должна была определить хотя бы один самолет, который можно использовать для совершения рейсов. Уже более полугода «Эр Молдова» находится в процессе ускоренной реструктуризации. Отзыв сертификата означает, что «Эр Молдова» больше не имеет статуса воздушного оператора и лишена права выполнять коммерческие полеты. Компания будет официально уведомлена об аннулировании сертификата воздушного оператора. Впоследствии, если компания захочет возобновить полеты, она может инициировать новый процесс сертификации, чтобы получить сертификат в соответствии с национальными правилами. Этим утром ситуацию прокомментировал депутат партии «Действия и солидарность» Раду Мариан. Тот же «Шор» приложил руку государственной компании «Эр Молдова» с помощью плахотнюка в 2018-м и разрушил её. Довёл до банкротства, обманул людей, которые купили билеты на несуществующие рейсы. А теперь около 30 тысяч граждан не могут вернуть деньги. Напомним, что в прошлом году полёты авиакомпании «Эр Молдова» были приостановлены до 31 июля 2023 года включительно. Перевозчик тогда объявил, что не будет выполнять никаких рейсов. И что пассажиров уведомят по электронной почте о вариантах возврата и перебронирования. Почта Молдовы приостановила оказание почтовых и финансовых услуг. Сегодня государственное предприятие сообщило, что подверглась кибератаке, и сотрудники столкнулись с техническими проблемами. На странице в Фейсбуке уточняется, что оказание почтовых и финансовых услуг приостановлено до восстановления системы. Ответственные лица работают над решением проблемы. О возобновлении оказания услуг сообщим дополнительно. Десять комплектов современного оборудования для выявления контрабанды получила сегодня таможенная служба от Агентства США по международному развитию. ДАР является частью программы «Институциональные и структурные реформы в Молдове». Позднее оборудование распределят между таможенными постами Джурджулешты, Леушены и Скулены. Востребованность этих КПП возросла после начала войны в Украине. Эта часть контрабанды получила и плензу, которая позволяет эффект контролу физического уничтожения транспорта. Эта часть контрабанды получила и лантерна. которые не дают возможности с мастерами действия корпорации. Эти современные комплекты оборудования позволят быстро обнаруживать наркотики, сигареты и всевозможные товары, которые нарушители пытаются провести через границу, не задекларированными. Общая стоимость переданных в дар устройств составляет 3 миллиона леев. Мы призываем физических лиц не совершать перевозки нелегальных товаров, а экономических агентов, которые распоряжаются продукцией, быть предельно внимательными к своим работникам и не перевозить незадекларированные товары. Соединенные Штаты гордятся долгосрочным партнерством с таможенной службой. В 2023-м агентство США по международному развитию поддержало установление совместного контроля Румынии и Молдовы на таможне Леушены-Албитса. Также агентство предоставило мобильные офисы и современные технологии новому КПП Леова-Бумбета. Кроме того, посредством агентства по международному развитию США помогают молдавской таможенной службе сократить время ожидания на границе при помощи электронной системы по организации очереди. Благодаря этой опции контроль можно провести быстрее, но с соблюдением всех положений нового таможенного кодекса. Четыре года тюрьмы – такой приговор получила бывшая сотрудница полиции, которая насмерть била женщину в Сынчире в августе прошлого года. Вердикт сегодня огласил столичный суд сектора Буюканы. Кроме того, виновницу аварии лишили водительских прав и обязали выплатить потерпевшим более 500 тысяч леев компенсации морального и материального ущерба. Приговор можно обжаловать в апелляционной палате Кишинёва. Прокуроры установили, что 22-летняя обвиняемая села за руль, будучи сильно пьяной, и в какой-то момент заснула. Автомобиль выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Женщина погибла, ей был 31 год. Её шестилетняя дочь и 17-летняя сестра попали в больницу. Водитель, которая на тот момент была сотрудницей Национального инспектората общественной безопасности, признала свою вину. Вскоре после трагедии её уволили. А рамаса саптамына пына на прима зи депримавара, и символу нанотимпулу есть уже в ванзаре. Тарабели с мартишоаре у имплзит центрул городу, и кумпаратуре, по бунда депутат, аудинцеа леѣе. Преѣул ацестора начинает на 5 леѣе и поате са ёжунга пына на кытева zeѣи леѣе. Пентру ацест мартишоар, да екземплу, вам скоата дим бузунар 50 леѣ. Хотя на улице ещё февраль, в воздухе чувствуется запах весны. Появление мартишоров на столичных прилавках – это верный признак приближения тёплого сезона. Центр Кишинёва превратился в настоящую выставку весны, которая притягивает прохожих. Жители и гости столицы останавливаются, чтобы полюбоваться бутоньерками ручной работы. Они говорят, что мартишоры поднимают настроение, и всегда можно найти что-то по вкусу и карману. Цена очень приемлемая. На любой кошелёк. Можно и подороже, и покрасивше. Но, вы знаете, я восхищаюсь вот этим мастерством. Насколько всё красиво, художественно оформлено и очень приятные продавцы. В этом году вы уже поняли? А, я уже поняли. Так. Важно, что-то. Как-то вы получите? Ну, 20 лея мартишор. Как вы пары притесы? Более. Ни скромно, ни словно. Важно. Важно, что вы купили для вас или для вас, кто-то любит? Для детей, для детей. Для вы получите ребенка. Важно, что вы большее? Коим вы приятные? Чем вы получите? Коим вы поры притесы? нормально сбуни оса компа раздор пенту дмитва стресса уж пенту аппарат к дунис пенту к дым до пенту чиника удача пенсусы его беру пенсусы 30 и в качестве сундец по однако нашлись и покупатели которые выразили недовольство ценами и сочли их раздутыми говорят это дорого особенно если покупать сразу несколько мартишоров икса дирать и унилик садирать адрес камерит а у марта датчин дилей дикта к этому дню мастера готовятся целый год и вкладывают в свои творения фантазию и все умения и хотя многие останавливаются чтобы рассмотреть товар торговля идет слабо унисдак и молдове не сограбе с кумпиры марте шары в сентябре с адреса улаки с кемпиры с кернатым сутерс и керемат верусь в октябре с отзывы в основе дэти мази эрс стаеме стандарок в компания в начале институте ции не смотрят или будет линзатора кмс с кемпиры прощита ция стимглами в баню анат какой от cordial мази ате от Добро пожаловать, господи! Добро пожаловать! Стоимость нефтепродуктов непрерывно растет. В Национальном агентстве по регулированию энергетики установили максимальные цены на топливо на 21 февраля. Завтра литр бензина обойдется на 10 банов дороже и будет стоить 24,99. Подрастет в цене и дизельное топливо. За литр придется выложить 23 лея 6 банов. Это на 9 банов больше, чем сегодня. Стоимость нефтепродуктов зависит от ряда факторов, в числе которых котировки плац, транзакционные издержки, связанные с транспортировкой, страхованием, акцизами, НДС, а также коммерческая маржа. Мать Алексея Навального записала обращение к президенту России Владимиру Путину. Видео снято возле колонии «Полярный волк», где скончался российский оппозиционер. Женщина требует выдать тело сына. «Пятый день. Я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить». Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что Путину также направили письменное обращение и опубликовал его в своем телеграм-канале. Но и это не все. По словам Жданова, в суд в Салихарде подали иск о бездействии Следственного комитета по выдаче тела Алексея Навального. Напомним, оппозиционный политик скончался 16 февраля после прогулки. Российские власти до сих пор не сообщают результата вскрытия и не контактируют с родственниками Навального. Его вдова обещала продолжить дело Алексея. Польские фермеры продолжают протесты на границе с Украиной. Аграрии блокируют движение не только грузового транспорта, но и пассажирские перевозки. Пропускают лишь машины с военной помощью. Ранее в Фермерском союзе «Солидарность» предупредили, что блокады будут на автомагистралях и в портах, уточняют польские СМИ. Польские аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза «зелёный курс». В свою очередь, президент соседней страны Владимир Зеленский утверждает, что экспорт аграрной продукции через Восточную Европу не нанёс ущерба рынкам ЕС. Что происходит на нашем северном кордоне, кордоне с Польшей, не можно воспринимать, как что-то нормальное или буденное. Потрібна проста и зрозумела справедливость. Через польский кордон проходят лишь 5% нашего агроэкспорта, тож насправді ситуация не в зерній, а скорее всего в политике. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками перед усім, так і всіх в Європі, якого турбує доля Європи. Мінистр сільського хозяйства Польши Чеслов Секерский обратился к протестуючим фермерам з заявлением на сайте правительства і предупредив, що полне закриття границі може приостановити експорт польських товаров в Україну і привести к сокращению робочих міст. Секерский уточнил, що Польща стремиться достичь двустороннього соглашення з Україною, яке розширило бы сферу захисту польського ринка. Дякую за перегляд!